Глава 75 Обида Дурьёдханы Царь Парикшиц сказал О, премудрый муж, из слов твоих явствует, что все цари, жрецы и боги одобрили восшествие Ютхиштхиры на земной престол, и лишь один Дурьёдхана был недоволен. Скажи, что было тому причиной? Блаженный Шука отвечал О, государь! Святой дед твой и его семейство делали все, чтобы гости их во время Великого Таинства ни в чем не испытывали нужды. Пхима начальствовал на кухне, Дурьёдхана распоряжался казною, Сахадева встречал и провожал гостей в их покое, Накула доставлял гостям предметы обихода, Арджуна ухаживал за старейшинами, Кришна омывал гостям ноги, Драупади подносила угощение, Щедрый Карна раздавал подарки. Сыны Бахлики, Юютхана, Викарна, Хардикья, Видура и Пхуришрава, а также Сантардана прислуживали жрецам, готовящим священный обряд. Столь велико было в царствах уважение к Ютхи и Штхире, что цари и князья самолично делали работу, в других случаях определенную рабам и наложникам. Когда должной почестью удостоены были все, жрецы, учителя, князья и вельможи, а душа Шишупалы обрела вечный покой у лотосных стоп Кришны, для воцаренного Ютхи и Штхиры было устроено купание в святой Емуне, знаменующее окончание великого жертвоприношения. Во время священного искупления музыканты трубили в раковины и воловьи рожки, били в бубни, барабаны и тарелки. Сказители возносили хвалу властителю Индропрастхи, справедливому Ютхи Штхире. Под звуки музыки и брахманы совершили торжественный обряд омовения царя. Жрецы пропели над Ютхи Штхирой священное заклинание, ограждающее от несчастья, и благословили помазанного государя на долгую и славную жизнь. До самых небес, с берегов Емуны, доносилась музыка торжеств. Красивые танцовщицы развлекали гостей плясками, веселыми представлениями, игрой на лютних и свирелях. Цари, наряженные в богатые одежды и увешанные золотыми жемчугом ожерельями, шествовали под белыми балдахинами к Емуне. Замыкали шествия пешие и конные полки, в нарядных доспехах золоченые колесницы и величественные боевые слоны с шатрами на спине. Народ в праздничных одеждах, с венками в руках, стоял вдоль пути и оглашал воздух криками и песнями. Всюду развивались пестрые стяги и дымились курительницы с благовониями. Юные девы бросали цветы на тропу, по которой ступали знатные гости. Земля дрожала под поступью дружин Яду, Сриншаев, Камбходжей, Куру, Кикаев и Кашалов, присягнувших на верность государю Ютхиштхире. Сановники, жрецы и благородные горожане пели священные гимни. Боги, мудрецы, предки, ангелы славили царя и осыпали его путь лепестками райских цветов. Дети резвились, поливая друг друга душистой водою, простоквашей и свежевзбитым маслом. Мужья на глазах у жен заводили веселые игры, с доступными женщинами, прелестными танцовщицами, осыпая их красками, куркумой и румяною, умощая себя и их сандаловой пастой с благовонными маслами. Глядя на беззаботное веселье, жены Ютхиштхиры сходили со своих паланкинов точно богини с небес и, оставив стражу, устремлялись в толпу ликующего народа. Они брызгали друг в друга, обливались с братьями, друзьями и подругами цветною краскою, окропляли толпу благовонными составами. Лица их сияли пред восхищенными взглядами людей и богов. Распаленные весельем царицы сбрасывали с себя драгоценные украшения, золотые ожерелья и гирлянды. Через промокшие одежды обнажались их руки, груди и бедра, возбуждая в мужчинах греховное влечение. Как царское жертвоприношение среди обрядов блистал величием среди своих жен государь Юдхиштхира в колеснице, запряженной белыми, в золотой сбруе с кокунами. Три дня и три ночи жрецы Юдхиштхиры приносили богам великие жертвы. Три дня и три ночи восклицали они над священным огнем молитвы во царстве сына Панду, призывали ему победы, долгую жизнь и славу. Затем он был помазан на царство и под звуки рыжков бубнов омыт вместе с женою своей дроупади в водах ганги. Ревом труп и барабанным боем огласилась долина священной реки. Боги с небес и люди на земле устлали цветами путь царя в его дворец чудесное создание Майи Дановы. Люди всех сословий и укладов громко выражали свою радость по поводу воцарения Юдхиштхиры на престол и плескались в водах, что смывают самые тяжкие грехи самых последних злодеев. После омовения государь облачился в новое шелковое платье, увенчал себя шелковым убором, с царским камнем, украсил грудь драгоценным ожерельем и принялся раздавать подарки гостям, родичам и вельможам. Всем без исключения, царям и родичам, друзьям и доброжелателям благочестивый слуга Всевышнего воздал почести по чину и старшинству. Словно боги небесные сияли счастливые гости в новых одеждах и цветочных гирляндах, украшенные драгоценными ожерельями и запястьями, увенчанные шелковыми тюрбанами с самоцветами. Женщины опоясали свой стан золотыми лентами, перевели волосы нитями крупного жемчуга, украсили руки звенящими запястьями и увенчали себя цветами, источающими благоухание. На третий день во дворце Ютхиштхиры собрались цари и советники, жрецы, искушенные в обрядах, отшельники, горожане всех сословий, воины, торговцы и ремесленники, небожители, предки, духи гор, лесов и поднебесья. Все выразили, согласно их роду и обычаю, почтение великому государю и с его дозволения отправились в свои обители. Как без устали пьет человек медовый хмель, так без устали пели обитатели земли и небес славу государя Ютхиштхиры, устроителя небывалого жертвоприношения Раджа-Суи. Когда торжества закончились, праведный дед твой Ютхиштхира упросил Кришну, близких друзей и родных, еще некоторое время погостить в Индропрастхе. Приглашенные цари разъехались в свои столицы, а Едавы во главе с Самбою и Баладевою вернулись в Двараку. Так милостью Кришны, совершив обряд, что дарует власть над миром, Ютхиштхира покончил с печалями и уготовился окончить дни свои счастливо и беззаботно. Обласканные государем все были довольны и подданные его, и сановники, и соседние цари. И только Дурьотхана сгорал от злобы и зависти, осматривая чудесный дворец двоюродного брата, добродетельного слуги Кришны. В злой тоске мродил он по городу, размышляя об удачливой судьбе пандавов. Некогда он изгнал их из Хастинапура, чтобы лишить царства, но они все же обрели его. И теперь саны панду владели многими странами, и подвластные государи толпились у престола Ютхиштхиры, ожидая его милостей. Вместе с Кришной в чудесном дворце Ютхиштхиры гостили тысячи его прекрасных жен. Каждый день они искусно укладывали свои волосы и украшали себя цветами жасмина. В ушах их сверкали драгоценные серьги, играя лучами на нарумянинных щеках цариц. На шеях красавиц блистали жемчужные ожерелья, на губах сияли очаровательные улыбки. В один из дней Ютхиштхира, знаток и хранитель закона, восседал на золотом своем престоле в роскошной палате царского совета в окружении царей. Как владыка небес в окружении бессмертных богов внимал он хвалебным речам придворных певцов и сказителей. Подле Ютхиштхиры был и Кришна, его всевидящее око. В это время Дурьотхана с братьями, увешанной драгоценностями, в царском тюрьбане и с обнаженным мечом в руке вошел во дворец и, оттеснив стражу, направился в зал собраний. В одном из покоев был хрустальный прозрачный пол. Ступив на него, Дурьотхана подумал, что это вода, и, боясь замочить одежды, приподнял их руками. В другом покое он набрел на купальню с чистой, как хрусталь, водою. Решив, что на этот раз перед ним пол, Дурьотхана смело ступил и упал в воду. Могучий пхима, придворные женщины и многочисленные слуги, видевшие это, громко рассмеялись над вымокшим и растерянным Дурьотханой. Но когда Ютхиштхира попытался словом усмирить их, Кришна остановил его. Сам не свой от досады и обиды Дурьотхана не мог поднять глаза на людей. Он подошел к хрустальным прозрачным дверям и, не заметив их, больно ударился о них головою. Вслед затем он пошел к открытым дверям, протянул руки, чтобы не ушибиться снова, и, пытаясь открыть невидимые двери, не удержался на ногах и упал. Смех стал тогда еще громче. В ярости бросился Дурьотхана прочь из дворца и в тот же день покинул Индропрастху. Один среди всех он вернулся печальным в хостинапуру. От зависти и злобы стал он сохнуть, как мелкий водоем в летнюю жару, и его стали одолевать мысли о том, как отомстить пандавам.